Здравствуйте, это рынки, в студии Алифтина Пенкальска. Итак, сегодня 1 мая, в России это день весны и труда, однако трейдеры на Мосбирже сегодня не трудятся, а отдыхают. Но зато, с другой стороны, отсутствие торгов – это прекрасный момент, чтобы спокойно осмыслить ситуацию на рынке. Первый день последнего месяца весны индекс Мосбиржа встречает на годовом максимуме индикатор выше 2600 пунктов, то есть на уровне марта прошлого года. Российский рынок практически безостановочный, растет 2,5 последних месяца, и поэтому волей-неволей вспоминается знаменитая присказка «Sell in May and go away», что можно перевести как «продавай все в мае и уходи прочь с рынка». Ну, как можно понять по оригиналу этой поговорки, относится она первоначально, относилась она к американскому рынку, однако эксперты БКС «Экспресс» провели исследование динамики индекса Мосбиржи за всю его историю существования, и согласно этому исследованию, статистически май действительно оказался самым слабым месяцем для индекса Мосбиржи за всю историю существования российского рынка. Ну, не слишком длинную, правда, историю. В 60% случаев в мае рынок снижался. Более того, если посчитать число месячных падений индекса Мосбиржи, то в мае таких падений за всю историю рынка было больше всего 14, чуть меньше в марте, 11 и на третьем месте апреля 10. Ну, а самым позитивным по этому индикатору оказался месяц ноябрь. Ну, хотя рационального объяснения, по мнению экспертов, которые провели это исследование, нет, но, тем не менее, эффект самосбывающегося пророчества может поддерживать вот такую тенденцию. Ну, если уже объективно смотреть на ситуацию, то перекупленность по индексу Мосбиржи стабильно растет, при том, что внешний фон нельзя назвать благоприятным. Так, власти Польши заявили, что 11-й пакет антироссийских санкций может быть принят уже во второй половине мая. Там отметили, что он сейчас находится на этапе обсуждений и камнем преткновения выступают санкции против алмазной отрасли России. Ну, а когда мы говорим про алмазную отрасль России, то, конечно, имеем в виду в первую очередь Алросу, который отмечает за выпуск около 90% алмазов на рынке. Но отмечу, кстати, что перед 1 мая, в минувшую пятницу, индекс Мосбиржи действительно снизился по итогам торгов из-за довольно-таки резкого укрепления рубля с одной стороны и с другой стороны после новости об ужесточении налогового режима для российских нефтяников. Ну и плюс, конечно, эффект длинных выходных, 3 выходных, это всегда повод распродать и зафиксировать позиции. Итак, нефть на этой неделе в центре внимания сегодняшнего дня вступает в силу решение о добровольном сокращении добычи со стороны ряда стран ОПЕК+, которая продлится до конца года. Напомню, что Россия урезала производство еще в марте на 500 тысяч баррелей в сутки, а вот с мая к РФ присоединяются еще 8 стран блока, в их числе Саудовская Аравия, Ирак, Эмираты, Казахстан, Кувейт и некоторые другие. Суммарное сокращение добычи всеми странами составит 1,7 миллионов баррелей в сутки, что примерно равняется 1,7% от всего мирового предложения. Но нефтяные котировки на это сегодня никак не реагируют, снижаются, баррель Brent торгуется уже ниже 79 долларов к текущей минуте. Получается, что котировки вернулись на уровень конца марта и закрыли гэп вверх, который был вызван сообщением о грядущем сокращении добычи. Об этом решении объявили как раз в конце марта, начале апреля. В котировках, в бумажной нефти, так сказать, эти новости уже учитаны, однако на физическом рынке баланс сместится в сторону дефицита как раз-таки с этого месяца. И в целом это может скорректировать рынок физических поставок и в конечном счете повлиять на цены. Помимо того, в конце мая в Штатах стартует высокий сезон автомобильный, рост спроса на топливо может привести к росту цен. И администрация США не исключено, что придется активизировать распродажи нефти из стратегических резервов, чтобы не допустить очередного витка разгона инфляции. Получается, с одной стороны, на весах нефтяных это потенциальный дефицит на рынке и рост спроса, ну а с другой стороны, конечно, это призрак рецессии, который по-прежнему никак не уйдет. И ключевое событие на этой неделе, которое повлияет на рынок, в том числе и нефтяной, это заседание ФРС США, которое состоится 3 мая, решение поставки и последующая пресс-конференция Джерома Паула. Консенсус прогноз рынка и аналитик Фолл-стрит это повышение на 25 базисных пунктов, и таким образом ставка может оказаться в диапазоне от 5 до 5% с четвертью. И это, отмечу, в 5 раз выше, чем было год назад. Стремительный рост стоимости заимствования в теории плохо влияет на деловую активность, на экономическую активность и несет угрозу для спроса на энергоресурсы. И на этом фоне по-прежнему не утихают разговоры о рецессии в Штатах. На этой неделе, на минувшей неделе, они были также поддержаны данными по ВВП США за первый квартал, которые оказались хуже ожиданий рынка. В первом квартале экономика США подросла чуть более чем на 1%, после роста на 2,5% в четвертом квартале рынок ждал плюс 2%. Итак, первый пошел ко дну. Новая часть американского банковского кризиса получила сегодня продолжение. First Republic Bank. А первый республиканский банк ранее был закрыт властями Калифорнии, потом передан под управление Федеральной корпорацией по страхованию вкладов. И вот сегодня стало известно, что он продан. Покупателем стал крупнейший банк США JP Morgan Chase. На премаркете в ходе торгов First Republic теряет сегодня уже 45%, хотя, казалось бы, куда ниже. Сейчас акции торгуются за одну акцию, дают меньше 2 долларов, хотя отмечу, что еще в феврале стоила она больше 130 долларов. Но, тем временем, JP Morgan, наоборот, растет в районе 3%. Но я отмечу, как развивалась вся эта история. В марте проблема First Republic, он стал третьим проблемным банком после Silicon Valley Bank и Нью-Йоркского Signature Bank. Банки столкнулись с массовым оттоком депозитов, начали спасать First Republic всем миром. И в марте спасли через вливание 30 миллиардов долларов от ряда крупнейших финнорганизаций. Причем гендиректор JP Morgan, Джейми Даймонд, сыграл в этом ключевую роль. Но вливание этих 30 миллиардов долларов не помогло. В прошлый понедельник, на прошлой неделе, First Republic опубликовал отчет за первый квартал текущего года. И так все узнали о рекордном оттоке средств клиентов на фоне мартовского кризиса. Ну, конечно, отток клиент все ожидали, но не в таком объеме. Так, на 31 марта объем средств на депозитах в банке составил около 100 миллиардов долларов. Это минус 40% по сравнению с концом прошлого года, по сравнению с декабрем. Причем эти 100 миллиардов долларов уже включают в себя 30 миллиардов экстренной помощи. При этом банк отметил, что в апреле депозиты несколько стабилизировались. И уже сообщило руководству организации, что рассматривают различные стратегические варианты для решения проблемы. Но инвесторов это не успокоило. Началось стремительное падение котировок. В среду Нью-Йоркская биржа даже приостанавливала торги акциями банка 16 раз. И за неделю падение составило более чем на... С начала года падение почти 97%, за неделю на 75%. Ну и вот таким образом так закончилась эта проблема. Был продан банк JP Morgan Chase. Стало об этом известно сегодня. Все активы перешли под контроль крупнейшего банка США. И также 84 офиса в 8 штатах. Они уже откроются в качестве подразделений JP Morgan Chase. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...